Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, и я разработчик Spinning of Nord Stream. Сегодня поговорим о новой серии из концепции из CSX, и это будет Navigator. На самом деле это самая маленькая серия, в ней всего лишь 4 модели, но, собственно говоря, считаю, что больше и не надо. Что это за модели и для чего они сделаны? Первые две – это ультралайты. Причем не просто ультралайты, а ультралайты с солидными вклейками. Вся серия рассчитана на джиг, но в разных весовых категориях. Самое легкое – это тест 087. Это, по сути, логическое продолжение модели Micromarie. Доделанное, с немножко другой концепцией, более мягкое, не такая, наверное, брутальная, но, с другой стороны, как и в концепции Micromarie, позволяющая брать достаточно серьезную рыбу. Комель – перекрестный приправь плетения. Вершина – обычная. Значит, в чем основные нюансы? Жесткость абсолютно нормальная. То есть это не сопля мебаринговая, но при этом вершинка позволяет работать во всем диапазоне весов. То есть от 0,8 грамма до 7. Вторая модель – это все то же самое, только чуть помощнее. Тест 1,5-9. С этой моделью уже можно, условно говоря, делать реально джиговые проводки. Имеется в виду там с весами 2, 3, 4 грамма. И она немножко мощнее в комле для того, чтобы была возможность действительно нормально контролировать на уважении. Уже там не 300, не 500 граммовую рыбу, а что-то более достойное. Две другие модели соленые вершинки не имеют. Они рассчитаны под джиг, именно под легкий джиг. И тесты у них 3,14 и 4,18. На самом деле 4,18 – это попытка сделать более дешевый вариант экспириенса. С тестом 4,18, как бы экспириенс в Норстриме – это уже такая серия знаковая. А 4,18 была самая популярная. Собственно говоря, конечно же, копия не получилась. Класс палок разный. Но в принципе, свои задачи поработать с весами от 4 до 18 грамм, этот спиннинг выполняет на ура. То же самое 3,14, та же самая концепция, только меньше тест, спиннинг несколько помягче. Соответственно, что еще? Катушку-держатель. Фуд же ставить принципиально не стал, потому что сейчас есть очень много интересных, легких, классных держаков, которые удобно, хорошо везут в руке. Вот это вот такой китайский держак. Завод вам ничего не скажет название. Сделан тоже по принципу фуджевского ТВС, но абсолютно другие формы. По мне так идеально. Просто в руке лежит очень хорошо, очень удобно и позволяет работать разными хватами. Что для микроджиговых, легкоджиговых удилищ, в принципе, актуально. Кольца. Вот на кольцах здесь я не заэкономил. Это Сигайт. Сигайт РС. Максимально тонкая вставочка. Максимальное облегчение для того, чтобы чувствительность была выше и лучше. И, скажем так, общий вес вершины был минимален. Как бы мы все знаем, что минимальный вес вершины нам улучшает чувствительность и увеличивает скорость обратного кода. При этом, при этом, сам диаметр колец, скажем так, не минимально возможный. Я не фанат делать микрокольца, потому что мы ловим не только в теплое время года, бывает еще и заморозки. И когда там колечки совсем тоненькие, туда лед забивается моментально, ловить невозможно. В принципе, все Нарстримы оснащены кольцами достаточно большого диаметра, чтобы была именно возможность ловить по осени при заморозках. Поэтому это ничего такого сверхудающегося, просто как информация к размышлению. Собственно говоря, что еще? Стыки. Стыки мы немножечко совсем минимально усилили X-образным переплетением обычным. Это CP. Больше косметика. Но стыки не детские. То есть держат нагрузки вполне себе нормально. Рукоятки у всей серии слегка укороченные. То есть я не стал делать длинные рукоятки, даже на модели 418 спиннинги довольно легкие и хорошо сбалансированные. То есть длинные рукоять для баланса, для работы, скажем так, пихотево-подмышкой, они не предназначены, они просто не нужны. Как и все серии из ACX-X, спиннинг достаточно легкий, хорошо сбалансированный и чувствительный. Также великолепно отрабатывает на вываживание. То есть когда вы в магазине его смотрите, начинаешь гнуть, кажется, что спиннинг достаточно жесткий. Нет. На самом деле при вываживании он ведет себя абсолютно по-другому. Он нормально контролирует вываживание рыбы, при этом ее не сливает. Ну что в принципе я считаю, что это один из важных моментов в работе бланка. Потому что мало забросить, просечь, надо еще и подвести. И самое главное не спустить уже у ног или у борта лодки, когда дистанция минимальная. И вот как раз в этот момент проявляются недостатки очень жестких комбий. ACX-X там дает нормальный жесткий, достаточно жесткий комбий, при этом он работает на вываживание. Ну собственно говоря, про навигатор всего. Если есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Расскажу все, что знаю. Благо этими спиннингами я тоже отловил там минимум год, серьезно, уже такими, которые сейчас пошли в серию. Есть о чем рассказать. Ну как бы это не в формате этого видео. Все. Всем всего доброго. Ни хвоста, ни чешуи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok